Вопрос, который постоянно так поднимается, можно сказать, рубрика «Социальная справедливость». Вы же понимаете ситуацию, почему наши клубы все время ездят, допустим, вот сейчас даже, когда нет Еврокубков, когда такая непростая ситуация в стране, едут в Эмират, почему им не поехать, допустим, в Сочи потренироваться зимой? А нет условий. Ну, как в Советском Союзе были, а… В Советском Союзе были другие условия. Я вам расскажу, как я, пусть я же не в Советском Союзе, 99-й год, мы приехали на сбор в Сочи. Вы в составе какой дружины? Своей родной армейской дружины, да. Приехали на базу там ВМФ в Кудепсте, вот. Там ни горячей воды, ничего. Я как сейчас помню, там, это поле, это был, мы уже приехали, наверное, на третий сбор, потому что, ну, дубль с основным составом приехал. Весна, то есть тепло, все красиво там. Может быть, там, конец этого февраля, наверное, вот так был. Вот, ну, там погода хорошая, все. Ну, до нас там был еще кто-то. Мы на поле, когда вышел, ну, там без слез не взглянешь. Там месиво, там просто глина одна. Заведовал тогда папа этого, Игоря Ледяхова, он до сих пор там, наверное, да? Там было два или три поля. Все они вот так перекурочены, потому что там много команд занималось. Не от того, что он не хотел ими заниматься, он как раз там занимался, днем и ночью там сидел. Просто там другого не сделаешь. А если еще дождь пошел, там вообще тихий ужас. Там я сидел, как его называли, Борман, Овчинников. Да, Валерий Овчинников, Валерий Викторович. Колоритнейший персонаж. Да-да. На игре, на этом много интересного. Все слышали. А вы рядом тут? Нет, они как раз играли с нами, с армейцами, но только с основным составом. Мы смотрели. Там много прибауток рассказал. Судье там и всем остальным. Но сам факт, что там поле, ну там невозможно заниматься. Просто помесить грязь в эти, да. И мы потом там отзанимались, то есть с основой сколько, но обычно там ездили на две недели. Вернулись, может быть, сколько, неделю в Москве провели, вернулись опять. Там уже подсохло, команды съехали, осталась там условно вторая лига, грубо говоря. Вот, ну травка чуть-чуть начала там пробиваться. Но все равно, это просто укатали грязь, и ты на нем занимаешься. Она подсохла, где-то травка вышла. А до этого, ну невозможно было. Еще там пару дней дождики пошли, все. Там, наверное, более-менее приличные какие-то условия были у тех команд, там Лукматиева, Хоста была. Вот там отдельные поля, наверное, были. У них, наверное, более-менее прилично было. И то сейчас, сейчас там ничего нет. Там сейчас гостиница один строит. Получается, что это вопрос инфраструктуры. Да, вопрос инфраструктуры. Я за Сочи, я за Сочи двумя руками. За Сочи двумя руками, чтобы туда ездили и там тренировались. Но там, во-первых, есть команда Сочи, которая тоже какую-то инфраструктуру использует. Ну, кстати, неплохая база, я видел. Подождите, у Терехова сейчас спросили, вы на базе, там, Гаранина, у него спросили, где Гаранина? Он говорит, я его на обеде видел. Я говорю, а на игре? Он говорит, а на игре нет. А они спросили, а вы на базе видели на обеде? Он говорит, у нас нет базы. Ну, как нет базы? Они же тренируются, у них там три поля. Даже в раздевалке был, мне показывали. Ну, видите, вам показали. А ему нет, да? Как бы его место там даже было. Ну, то есть, вопрос инфраструктуры. Вопрос инфраструктуры. Но там же, как бы, собираются развивать, да? Там РФС выкупило что-то. РФС, наверное, не будет давать использовать базу, потому что в это время, скорее всего, будут... Сколько, я не знаю, сколько они полей, там, 6, кажется, собираются строить? А он даже больше. Больше? Ну, в самом, в это время, там, скорее всего, будут задействованы... Эти поля будут задействованы под нужды сборных юношеских, да? Потому что там уже и девочки будут, и юноши. И там это все будет забито. То есть, дополнительно что-то еще нужно устроить. Есть ли там место для этого, я не знаю. Не, просто меня что в этой ситуации бесят? Мы уже там 22, больше, бляд, говорим о том, что наши ездят в Курцию и прочее. Там, значит, форма иностранная, мячи иностранные. Завезли иностранцев столько, что русских фамилий не увидишь. Сборы тоже иностранные, медицина иностранная. То есть, вот медицина... Ну, потому что все, кто раньше был доктор Пфайфер, я так понимаю, что... А, вы имейте в виду... Операция. Потом стали... Там самое главное не операция. Операцию и наши могут делать. Любая операция, любая, на любом органе, да? Самое важное это восстановление. У нас об этом никто не заботится. Туда ездили только из-за восстановления, в моем понимании. Потому что здесь восстановление вот только сейчас более-менее начало развиваться. Да? И специалистов стали готовить по восстановлению. Любая операция, ну, или, ну, любое нахождение в больнице, да? Даже простого человека. Потом сопряжено с его восстановлением. Это самое главное. Операция, это не самое главное. Есть операция, там, условно, вот как у меня был этот, как у Айхилл, да? Из-за которого вы не поехали на чемпионат мира. Да. Это простейшая операция у них считается. Но восстановление супер важное и супер тяжелое. Потому что нужно восстановить подвижность сустава. Да, для обычного человека это может, там, ну, можно и не ходить, делать, там, в процессе, там, жизни, там, расходился нормально. Но по-хорошему это вот супер важно. У них, там, начинают после инфарктов, там, на третий-четвертый день. Чем-то заниматься. А у нас же там лежат по 21 дню. И лежали еще. Там, еще, там, я не знаю, лет пять назад точно. Хотя люди должны в этот момент уже заниматься, что-то делать. Для того, чтобы быстрее прийти в норму и уйти оттуда более здоровыми, чем зашли. Да, я помню ту историю, когда мы поехали на чемпионат мира. Я помню, Фабио Капелло задали тогда вопрос. А, кстати, реабилитацию как раз у нас-то в клубах уже было все хорошо. Там, спасибо Краснодару и Сергею Николаевичу лично, что он там восстановил меня в бой, хотя будучи в «Спартаке» бы. Позволял и там тренироваться, и «Спартак» отпускал. Вот, я-то восстанавливался здесь. Сейчас с этим более-менее, я думаю, что нормально во всех клубах. Я помню, у Фабио Капелло задали вопрос о вас. А где Роман? Я не знаю. Он вам на трибуле сидит. И вот самое, по-моему, мягкое, что в ответе потом прозвучало, это было что-то суки, как бы что-то такое. Он очень взял был. Зачем вы это спрашиваете? Да-да, что делать? Ну да, был недоволен. Совсем невозможно было поехать? Ну, возможно, в качестве туриста можно было поехать. Ну, то есть вы не могли даже по мячу бить и ускориться? Ускориться не мог. Ну, у меня вот было ощущение такое, что, во-первых, я занимался тогда дня три. Я приехал с травмой, как бы, да, до этого три недели не занимаюсь в Краснодаре. Готовился к сборной, они мне это позволили. Ну, потому что я там не мог играть. Целенаправленно готовился к первому, там, сбору, сборной. Приехал в первый день или во второй, кажется. Может, даже в первый. У меня сразу заболело. То же самое, что до этого, что мне не дало три недели заниматься. Но посчитали, что меня можно оставить. Еще там пять дней, там, кололи, еще что-то делали. Вот. Я потом был отрезок после Норвегии. Из трех дней там хорошая, там, большая работа была проделана. Да, на четвертой мы вышли. Была восстановительная. Мне тоже все задепиурено, там, обколото и так далее. Я вышел, я почувствовал, что я не могу. Уже тогда. Ну, вот. Но и на следующий день была предыгровая перед Марокко. Я чувствую, что если я при перемещении, просто там были, там, тактического плана работы, перемещаться надо было там, да. Я вот чувствую, что если я чуть-чуть на полшага добавлю ускорение, у меня порвется. Вот такие ощущения были. Ну, и я когда приехал, ну, естественно, он там обиделся. Он посчитал, что на тот же момент у меня не было контракта, кажется, или заканчивался с Зенитом. Он посчитал, что я таким образом не хочу ехать там травмироваться, чтобы получить контракт. Ну, как-то глупо, если я на следующий день поехал и сделал операцию, да, которая там выбила меня на 4 месяца. Поэтому там не из-за этого было. Я реально не мог. Я тогда туда приехал, он говорит, ты правильно сделал, потому что у тебя уже там 2 надрыва в этих. То есть, может быть, да, ты бы ускорился, но ты порвал бы вообще все. Это там неважно, полностью разорвано или надорвано, все равно там минимум 4 месяца восстанавливается. Когда полностью разрыв просто чуть больше, там, Паш Мамак тогда, кажется, если не ошибаюсь, около 6 восстанавливался. Но у него полный разрыв был. У меня чуть легче было. Но все равно 4 месяца, 4 месяца я на это убил.